Девушки отдыхают Я поймаю тебя! Я поймаю всех вас! Всех до одного! Я поймаю вас! Однажды я найду вашу деревню, и вы пожалеете! Что ж, лес по-прежнему на месте. Если вы прислушаетесь, то услышите угрозы Гаргамела. А если будете хорошо себя вести, то сможете увидеть жизнь смурфов. Смурфы Капсула времени Почти светает. Пора идти. Это должно случиться на восходе солнца, если, конечно, это вообще случится. Он опять уходит. Да, и, похоже, он волнуется. Он каждое утро незаметно проскальзывает. Папа смурф не проскальзывает, Растяпа. Но все равно пойдемте за ним. Да, может, ему нужна помощь. Это должно случиться сегодня. Обязательно. Пойдемте. Он пошел сюда. Мы можем узнать это в любую секунду. Паладор, правда ведь? Похоже, что он разговаривает с Большим Камнем. Боже, точно. Папа смурф все делает правильно. Запомните это. Однажды я слышал, как он просил по кучу иву взбодриться. Камень! Он превращается... В чудовище! Осторожно, Папа смурф, осторожно! Тихо, смурфики. Не надо делать поспешных выводов. Это лицо Паладора, моего безвременно ушедшего друга. Давным-давно он научил меня магии. А теперь он вернулся, чтобы передать мне важные сообщения. Но помни, мой дорогой друг, очень важно, чтобы ты разгадал загадку. Друиды вернутся сегодня, когда взойдет луна. Нужно искать разгадку у алтаря света. Да уж, я раньше видел, как Папа смурф разговаривал с камнями, но они еще никогда ему не отвечали. Что это значит, Папа смурф? Я не уверен, ловкач. А что значит друид Папа смурф? Друиды Рэстяп — это злые волшебники, которые давным-давно жили на горе, с которой открывался вид на лес. Именно друиды стерли с лица земли Паладора и его народ. Он сказал, алтарь света? Да, он сказал, что мы должны искать разгадку там. Он, наверное, имел в виду тот большой старый камень в древней лощине. Берите лопаты и вперед. Мы с вами должны разгадать эту загадку до захода солнца. Терпение, мои братья, сегодня ночью. Мы все станем свободными. Свободными от проклятия Паладора. Мы снова станем могущественными. Сегодня друиды снова провозгласят себя. Что мы ищем, Папа смурф? Рассказывай. Я пока не знаю, здоровяк. Я считаю, что вся древняя магия уже не имеет никакой силы. Я говорю, что мы делаем эту работу напрасно. Я уверен в этом. Я что-то нашел. Ну вот опять. Я и раньше ошибался. Только один или два раза. Ну, а сейчас это третий. Значит, Паладор думал, что его магия навсегда сможет оставить нас в коре этого старого дерева. Вот уж и нет. Я уже запер его в камне, поэтому у него совсем нет чувства юмора. Но я превзошел его. Здесь, на вершине нашей священной горы, я спрятал секрет нашего бегства. Будь проклят тот, кто свелится помешать нам. Тяни! 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 Это капсула времени. Тяни! 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 Отлично. Теперь давайте откроем капсулу. Дайте-ка я попробую. Ловкач! Ловкач! Дай я попробую. Я сильнее, чем я думал. Паладор был волшебником, поэтому его капсулу можно открыть, только прибегнув к магии. Мне нужно покопаться в моих книгах. Камни! Дайте мне дорогу! Вот он! Лунный амулет! Проклятие Паладора больше не действует на мой народ! Я нашел его, братья! Сегодня ночью, когда луна взойдет над горой, наш амулет расширит лунные лучи. Проклятие Паладора потеряет свою силу. Мы станем свободными, мои братья! Да! Мы снова станем сильными! Мы сможем ходить по земле! В это же время завтра лес уже будет моим! Что? Что-что? Я имел в виду нашим, разумеется! Папа Смурф говорит, что это капсула времени. Древние люди помещали сюда свои вещи, чтобы мы сейчас в будущем смогли на них посмотреть. Как вы считаете? Что внутри? Если вы спросите меня, то я не считаю старые вещи ценными. Знайка, этой капсуле времени меньше лет, чем мне. Извини, Папа Смурф. Но смогу ли я ее открыть? Ты закрыта, но я приказываю открыться. Не действует. Надеюсь, это сработает. Откройся, и мы посмотрим, что там внутри. Это тоже не действует, Папа Смурф. Капсула времени непроницаема для колдовства. Значит, друиды тоже не смогут ее открыть. Но он хотел, чтобы ты ее открыл, Папа Смурф. Эфир на ловкач. Он же сказал, открой эту капсулу, Папа Смурф. Тогда друиды не смогут снять проклятие. Да ладно вам. Это символ, обозначающий Папу Смурфа, но растяпа. Отличная работа, растяпа. Ты сделал это? Я сделал. То есть, да. Ой, смотрите, что внутри. Древнее зеркало. Нет, это я в нем древний. Смотрите, это ствол старого дерева. Не просто старого, а древнего. Смотри, Папа Смурф. Это древняя каменная скрижаль. Да. Загадка Паладора вырезана на ней. Ну и что там написано, Папа Смурф? Там написано... Га-гу-ги-га-го-га-го. Га-гу-ги-га-га-га-гу. О, Джейм! Паладор это так смешно написал. Это же детский язык. Загадка написана на детском языке. Удивительно. Загадка на другу. Паладор не хотел, чтобы друиды прочитали загадку, если они откроют капсулу. Но как мы ее прочтем? Я знаю способ. Ты должен разгадать эту загадку, Папа Смурф, чтобы друиды не были освобождены. Ты был прав, Папа Смурф. Камень между камнем, между камнем, остановит толпу. Тебе не нужна ветка одна, тебе нужна вязанка веток. Он сделал это! Пойдемте, я должен заглянуть в свои книги. У меня есть смурфная идея. Какая? Нужно соорудить нашу капсулу временной для будущих поколений смурфов. Но почему? Почему это мне не пришло в голову? Я смогу сделать ее за пару часов. Мы сможем в нее положить что-то. Прекрасная идея. Мы сможем рассказать нашим потомкам, каким умным я был. Какими умными мы были. Отличная идея! Так давайте сделаем это. Да! Камень между камнем, между камнем, остановит толпу. Вот, нашел. Судя по загадке, мы ищем три камня. Я уверен, что один из этих камней – это обелиск, который стоит высоко в горах. Вторым должен быть легендарный лунный амулет – волшебный камень, созданный друидами. Но какой камень третий? Какой камень остановит проклятие? Да уж, папа смурф, эти друиды не так уж и просты. Как они выглядят? О боже, зачем я только спросил это? Вот против кого нам придется бороться. Что делать сначала, папа смурф? Нам нужна вязанка веток. Ты, Растяпа, должны принести мне вязанку веток. А я пока подумаю, какой камень может быть третьим. Мы уже идем, папа смурф? Да. Да уж, крошка смурф, это, пожалуй, самая сложная задача, с которой я когда-либо сталкивался. Паладор загадал чрезвычайно сложную загадку, чтобы друиды никогда ее не разгадали. Надеюсь, он сделал так, чтобы хоть я смог ее разгадать. Ох, я не могу загадать. Если у меня ничего не выйдет, это будет катастрофа. Наша капсула будет такой смурфной! Да, ее откроют только через 10 тысяч лет. Я положу в нее целый набор инструментов, чтобы потомки видели, чем я сделал такую классную капсулу. А я положу свой рисунок. Потомки должны знать, какими мы были творческими. Я собирался положить туда зеркало, но потомки увидят в нем себя, а не меня. И так и не узнают, каким красивым я был. У меня есть идея, мой друг Красавчик. Нужно нарисовать твой портрет. Мой? У меня даже мурашки побежали. Пойдем, мой друг. Нужно начинать немедленно. О, художник, я ужасно выгляжу. Не волнуйся, мой друг, я сделаю так, что ты будешь великолепен. Нужно немного отдохнуть, братья мои. В конце концов, друиды же должны бодрствовать ночью, верно? Это друид. Тихо. Когда свет от восходящей луны попадет на волшебный амулет, наш народ освободится. Когда лунный амулет снимет проклятие Паладора, друиды смогут создать вечную темноту. Только вечная темнота. Как это будет замечательно. Как... как это будет весело. Отлично это будет. Вечная темнота. Этот лунный амулет Паладор упомянул в загадке. Нужно сказать об этом папе Сморфу. Растяпа, тебе нужно учиться проявлять инициативу. Да? Разве? А что это значит? Инициатива. Мы заберем этот лунный амулет и отнесем его папе Сморфу. Я боялся, что ты это скажешь. Пошли. Раз, два, три. Начали! Давай! Нет, я слишком волнуюсь, чтобы спать. Осталось недолго. Скоро взойдет луна. Волшебный амулет соберет в себя все силы и освободит мой... Что? Он исчез! Воры оставили за собой след. Я доберусь до них везде, где бы они ни были. Они заплатят за то, что украли мой амулет. Я положу в капсулу одну из своих труб. Отличная идея. Лучше положи в нее все свои трубы. Я положу туда свою запасную подушку. Давай, лентяй, поторапливайся. А я положу туда свою любимую поэму. Я так и думал. Твоя поэма слишком длинная, поэт. Придется ее сократить. А ты кто? Критик? Нет, поэт. Просто в капсуле мало места. Поэтому тебе нужно немедленно сократить поэму. Но тогда же она будет бессмысленна. Говорю тебе, красавчик, отличный портрет. Нет. Мой нос слишком длинный, мои глаза другого цвета. И вообще я очень плохо выгляжу. Такова жизнь. Но самая главная часть портрета осталась села. Это моя подпись. Вуаля! Подожди-ка секунду, Знайка. Здесь нет места для твоих книг. Ну и что? Значит, нужно все вытащить. Вы все должны понимать, что мои книги – это лучший образец нашей культуры. Кто не согласен со мной? Я не согласен. Мои картины – лучшие образцы нашей культуры. Нет, нет. Мои стихи лучше всего расскажут нашим потомкам о нас. Пожалуйста, сморфики, не надо, прошу вас. Я не могу слушать все эти споры. Извини, папа сморф. Папа сморф. Это похоже на эхо из деревни. Ах, это растяпый здоровяк. Мы нашли друида и украли его лунный амулет. Он спал под деревом. Он такой тяжелый. Я думал, мы его не дотащим. Я вами горжусь. По-моему, я разгадал часть загадки. Правда? Вы принесли мне вязанку веток? Да, конечно. Вот, держи. Здоровяк. Можешь сломать эту веточку? Конечно, папа сморф. Держи. А теперь попробуй сломать целую вязанку. Да. Нет, папа сморф, я не могу ее сломать. Вот это и говорилось в загадке. Тебе не нужна ветка одна. Тебе нужна вязанка веток. Если мы будем держаться вместе, мы сможем решить любую проблему и победить любого врага. Это называется единством сморфики. Мы словно вот эти ветки. Как я люблю, когда он говорит такие вещи. Мы можем выжить, только держась вместе. Да, папа сморф. Начинать нужно прямо сейчас, потому что приближается друид. Итак, я знаю, что друг Паладора, папа сморф, украл мой лунный амулет. Ну что ж, вы все за это заплатите. Быстрее, выкатывайте катапульту. Здоровяк, положи амулет в катапульту. Но, папа сморф... Быстро. Это наш единственный шанс. Огонь! Хорошо, папа сморф. Я должен найти амулет. Ты молодец, догадался, что моя сила зависит от него. Но я верну его до того, как зайдет в луна. Как близко. Папа сморф, зачем ты отдал ему амулет? Нет, он нам не поможет. Только третий камень может нас спасти. Тот камень, который помешает друидам сбежать. Папа сморф, камень, который Паладор положил в капсулу, не работает совсем. Я в нем похож на рыбу. Возможно, это вовсе не зеркало. Все вещи в капсуле были древними. Эти вещи были оставлены Паладору точно так же, как он оставил их мне. Наверняка добрые волшебники уже давно пытаются победить друидов. Папа сморф, ты думаешь, что проклятие остановит этот камень из капсулы? Мне кажется, да. До захода солнца осталось мало времени. Мне нужно прочесть заклинания. Фермер, художник, сморфет, а мне нужны лозы. Они будут вместо веревок. Ловкать, найди, к чему их можно привязать. Я что-нибудь придумаю, папа сморф. Здоровяй, Керостяпа, вы отведете нас к дереву друидов. Знайка, присмотри за крошкой сморфом. Да, папа. Присмотреть за крошкой? Я хотел предложить свой ум, а не это. Все готово, братья. Мы станем свободными, как только луна появится на небе. Паладор и его народ будут заперты в камни, а мы будем править лесом. Нам пытается помешать маленький синий волшебник. Я с ним разберусь. Вы знаете, что нужно делать. Подождите, пока я не привлеку его внимание. Присмотреть за крошкой сморфом. Какой абсурд. Как папа сморф собирается победить этих ужасных волшебников без его лучшего мыслителя? Готовься, злой волшебник. Что? Я вызываю тебя на магическую битву. С удовольствием, папа сморф. Ты обречен. Нет. Я не могу на это смотреть. Готовься к смерти, папа сморф. Ой, я-я-я-я. Я не могу на это. Поразительно. Где ты, маленький синий человечек? Быстрее, луна поднимается. О, торопись, ловкач. Папа сморф еще не разгадал загадку, а луна уже почти взошла. Что происходит? О, нет. Это не работает. Великие сморфы, камень из капсул не был третьим камнем. Отличная попытка, папа сморф. Но я боюсь, она будет для тебя последней. Я должен был догадаться, а не прятаться за дерном. Беги, папа сморф. Спасай свою синюю голову. Лучше пусть он лает, чем кусается. Вот так-то. Собачка, иди ко мне, песик. Хочешь принести мне палочку? Принеси. Ты опять обхитрил меня, папа сморф. Мне уже это надоело. На этот раз я... Куда он делся? Я был уверен, что Паладор поместил третий волшебный камень в свою капсулу времени. Но это не так. Ловкач, третий камень находится в стволе дерева. Нет! 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 Смурфики, мы победили С друидами покончено Слава богу, что такое случается всего лишь раз в пять тысяч лет Не понимаю, как у нас это получилось? Мы работали вместе, Лавкач Мы спасли мир благодаря своему единству Каждый из вас в этом участвовал Я тоже так думаю, крошка, Смурф Пойдемте-ка домой Смурфы Авторы идеи Пейо и Эван Делпорте Продюсер Джерард Болдуин Авторы сценария Лэн Дженсен и Чак Менвилл Режиссер Рэй Петерсон На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2011 году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова